Следующая категория споров, которую хотелось бы рассмотреть, она связана с проблемами с дачей отчетности. Вообще следует заметить, что в ближайшее время данная категория дел будет только развиваться и пополняться новыми судебными решениями и актами. Но данный прогноз делается на основании того, что в налоговом кодексе будут четко закреплены основания для непринятия налоговой отчетности. И понятно, что на основании данных обстоятельств, на основании данных изменений будет формироваться самостоятельная судебная практика. Но здесь следует заметить, что и до данных изменений было достаточно много споров, связанных с подачей налоговой отчетности, и имеет смысл их рассмотреть. Первое дело, Альянс, в данном случае речь идет об отказном определении судей Верховного Суда, рассматривала ситуация, когда была нарушена форма подачи отчетности и ее заполнения. В данном случае отсутствовал период сдачи отчетности, также был указан лишь один КБК для разных видов взносов. Ну и кроме того, сама отчетность, она заполнялась как рукописно, так и машинописно. И на основании этого отчетность налоговым органам была не принята. И в общем-то суды поддержали налоговый орган в таком решении. Следующее интересное дело – это Уральская цементная компания. В данном случае рассматривался вопрос о подаче уточненной налоговой декларации. Здесь ситуация, когда эту налоговую декларацию поместили в реестр деклараций, которые не подлежат обработке. И налогоплательщик посчитал, что в данном случае нарушаются его права. Здесь следует пояснить, что при подаче уточненной налоговой декларации налогоплательщик указал, что это уточненная декларация под номером 3. Но при этом до этого была подана налогоплательщикам налоговая декларация с номером корректировки 999. То есть по предыдущей корректировочной декларации налогоплательщик ошибся. И из-за этого система обратила на это внимание. И поэтому соответствующую декларацию номер 3 поместили в реестр декларации не подлежащих обработке. Однако суды указали на то, что поскольку налоговый орган не выносил в отношении налогоплательщика решение о непринятии декларации, то в данном случае нельзя говорить о том, что налоговый орган не принял декларацию. И нельзя говорить, что вообще нарушаются какие-то права налогоплательщика. Поэтому в требованиях налогоплательщику было отказано.